В Наринмаре обсудили федеральный проект «Арктическая реновация», который был анонсирован в конце августа этого года. И предполагают комплексное строительство новых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой. Школы, детские сады, объекты ЖКХ, досуговые и спортивные комплексы. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Проблема переселения жителей северных городов из ветхого и аварийного фонда в комфортабельное условие проживания стоит достаточно остро. Активное заселение и промышленное освоение Арктики началось в 30-40-е годы прошлого столетия. В эти годы были построены арктические порты Игарка, Диксон, Пивек, Тикси. Основаны города Наринмар, Норильск, Воркута и другие. В те годы строили жилье по барачному типу. Бараки 30-х в некоторых северных городах страны стоят до сих пор, и в них вынуждены проживать люди. Предполагается, что проект «Арктическая реновация» решит эту проблему. Благодаря мероприятиям программы веткое жилье снесут, а северяне перейдут в новые комфортабельные квартиры. На эти цели из федерального бюджета арктическим регионам выделят 45 миллиардов рублей. Мы предлагаем, чтобы для арктических регионов эти деньги выделялись с коэффициентом 1,5. То есть изначально больше того, что могло бы быть. Есть еще ряд предложений, над них надо будет поработать уже вместе с юристами и другими экспертами. Процесс запущен, эскиз есть. Я думаю, до конца сентября мы эту идею оформим уже в документе. И она выйдет. Идея арктической реновации заключается в создании новых жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой. Чтобы предпринимать дальнейшие шаги, чтобы это развитие, которое у нас сейчас идет, шло лучше и более плавно, нам нужно инвестировать в людей, в их жилье, в комфортных проживания, с тем, чтобы они могли больше времени уделять банальной работе. Чем меньше мы думаем о быте, тем больше мы можем думать, творить, созидать и помогать своей стране. Строительство жилья на территории арктических регионов в силу климатических особенностей и удаленности от центра достаточно затратное и производственно емкое по сравнению с другими субъектами, расположенными в средней полосе или в южных широтах. Я, конечно, поддерживаю этот проект. Понимаю, что для этого требуются значительные средства и помощь федерального бюджета. Но, как вы знаете, буквально на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству о выделении дополнительных средств на переселение из ветхого и аварийного жилья. Я считаю, что эта инициатива, она очень своевременная, и мы будем отстаивать именно арктическую реновацию. Арктическая реновация – это основа будущего развития Ненецкого автономного округа и всех арктических регионов России в целом. Осваивать Арктику, проживая в комфортных условиях, станет проще и быстрее.